Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Deus Ex Mankind Divided. Ну что же, мы с вами в прошлой серии добрались до этого Сокола, спасли его, спасли его брата. У нас есть два способа пробраться в КПА, я предлагаю пробраться через лифт. Плюс, наконец-то же, я нашел транквилизаторную винтовочку, я ее приобрел и это просто шикарно. Сейчас мы с вами отправляемся за Рукером. Глотка. Такс, и... А, ну, либо по лестнице, да, либо лифтом. Виктор, взяли одного. Шлялся по рынку, как ты и говорил, да. Я гляну врать. Так. Посмотрим, что у нас тут. Эти малыши бывают серпизом. Иногда они с катушей задаваются. Даже если... Надо было резать синий. Если б все в жизни было так просто. Ты заблудился, брат. Наверное, повернул меня туда. Ты, наверное, комитет по встрече? Нет. Я Марченко. А Марченко... Он скорее... Страж. Готцербер. У врат Аида. Да, именно. Я не очень разбираюсь в классике. Очень жаль. Предпочтения в книгах говорят о человеке многое. Можно дать тебе дружеский совет? Валяй. Валяй. Развернись. Иди домой. Здесь тебе делать нечего. С чего ты так решил? Ты меня не знаешь. Зато я знаю это место. Мы его называем глоткой. А глотки иногда режут. Так? Когда чужаки идут туда, где их не ждут. А я рискну. Хочу увидеть, где прячется КПА. Мы ни от кого не прячемся. Скажи это вон тем полицейским. Не слушай, что полиция брешет про КПА. Эти псы хлопатые везде ходят. Головы ломают. Устраивают беспорядок. А нам потом разбираться? За собой лучше следи. Они тебя жалеть не будут. Хоть ты их породы. Хоть левый какой-то. Так, а... То, что делает полиция, неправильно. Кто-то должен выйти против них. И это ты? Ведь не так-то просто взять и... Устроить ответку. А когда начал ее пути назад, нет. Не у всех хватает смелости сражаться. Ты так говоришь, будто у вас война. Война и есть. С нами. С каждым аугментированным. Ты же сам видишь. Близится время, и осталось недолго, когда каждый из нас должен будет сделать выбор. А кто не сделает, просто попадет под раздачу. И неизвестно, выйдет ли живым. Я думал, КПА борется за права человека, а не готовит вооруженный переворот. Здесь и сейчас, брат, разницы нет. То, о чем ты говоришь, это терроризм. Правда. А я думал, это беседа двух людей. Обсуждение проблем современности. Так твой друг, Рукер. Его часто видно в сети. Он думает так же, как и ты? А, да. Талос. Хороший человек. Сильный. Умный. Принципиальный. Ты мог бы многому у него поучиться. Хм. Да, что-то в нем, конечно, есть. Когда он говорит, люди слушают. Но хватит ли этого? Он не политик, если ты об этом. Рукер оставил легкую жизнь ради нашего дела. Он живет борьбой, как и все мы. Я уважаю принципиальных людей. Но по моему опыту принципы не помогают, когда налетает буря. Как бы ни были интересны политические дебаты, но ты испытываешь мое терпение. Да и дел у меня много. Я тебя предупредил. Уходи отсюда. Пока можешь. Ты сейчас вербовочную речь толкнул? Надо сказать, это полное дерьмо. Знаешь, что я думаю? После взрывов все изменится. КПА сама сделала себя врагом номер один для людей. Может и так показаться. Пока что. А сейчас. Сергей! Ты тут поосторожней. Хех, такой блестящий. Жаль будет, если покрытие поцарапают. Туристы испугаются. А-а-а. Да. До встречи. До встречи. Здоровяк. Чеканы. Свяжи меня с Миллером. Передай сообщение. Свяжи... Кто я тебе? Твоя драная секретарша? Дженсен. Я слышал, ты снова в деле. Да, но мне нужно, чтобы вы прогнали имя через Айлинк. Виктор Марченко. У меня насчет него подозрения. Хорошо. Но не забывай, твоя цель — Рукер. Если за атаками стоит он, то все остальное складывается. Подожди. Мы еще попробуем выяснить, он ли это не он. Так, здесь вроде ничего. Я вроде пока не в запретной территории, так что спокойненько полазим, пособираем, посмотрим. Такс, отлично, чемоданчик. Что еще здесь имеется? Принтер? Принтер мне не нужен. Такс, мне, по идее, куда-то туда. Такс, тут, наверное, тоже галяк. Ну, здесь как бы тоже. Такой закуток. Могли бы что-нибудь заныкать. Но не захотели. Ладненько. Да ладно. Лазер? Вроде пока не запретная территория. Вот и все. На всякий случай, вдруг придется убегать. Или еще что-нибудь. Лазер, конечно, лучше отрубить. Так, тут ничего полезного нет. Такс, отличненько. И что у нас здесь? Термина. Ох ты! Пятый уровень взлома. Ничего себе. Ну, благо, есть отмычка. Такс, у нас три очка праксис. Давайте что-нибудь прокачаем. Два, наверное, мы оставим. А вот... Третья куда-нибудь используем. Я предлагаю, наверное, на... Скорость зарядки, чтобы побыстрее заряжалась батареечка. А то у нас с этим серьезные проблемки. Так, и что тут у нас такое? Третья куда нам идти? Ух ты! Автоматическая винтовочка. Еще батареечка. Такс, ну и больше я тут ничего полезного не вижу. Ключ карта КПА. Хорошо, что мы все нашли. Такс, замечательно. Карманный секретарь. Фил, ну ничего себе. Ты что, с лестницы катился, когда печатал? Давай-ка учись грамоте. Я убрал оружие после того, как очистил от песка. Там его было на полпустыни, не меньше. Теперь мне надо знать, что делать с аугами. Есть идеи? Хотя вот что. Лучше не отвечай. Хватит с меня твою писанину разбирать. Поговорим лично, когда увидимся. Ники, а где оружие? Иготтон больше нет, да? Да, его там больше нет. Глушак. Кстати, а глушак можно поставить на мою трансплезу? Нет, оно же по идее должно стоять. Лазер только, кстати. Но блин, я его продал. Ха-ха-ха-ха-ха. Я лазер продал. Ну ладно, я думаю, мы еще с вами найдем этот лазер. Не последний. Такс, еще винтовочка. Чемоданчик. Такс, ну еще. Не сюда. Что у нас наверху? Просто очень интересно. Так, обезболивающая кредитка. Здесь пусто. Такс, программах никаких нету. А то б я бы собрал бы. У меня всегда как бы с ними проблемка. Не хватает. Такс, и... Чем сюда выперлись? Ну, я пока ничего не вижу. А, вот еще. Упустил. Голографический прицел. Кстати, его можно потом куда-нибудь поставить. На какую-нибудь... Винтовочку. Или на пистолет. Ну-ка посмотрим. Ствол. Нет, глушак стоит. Это все хорошо. Это не то. Значит, его можно использовать куда-то в другое место. А, так, подожди. Это глушитель. Соединить. Да, либо со снайперкой, либо с пистолетом-пулеметом. Нет, это пока мне не надо. Если места не будет в инвентаре, тогда мы его куда-нибудь применим. А пока... Чеканы, я на территории КПА. Как там твоя рекогностировка? Похоже, что первый сектор раньше был хранилищем. Судя по тому, что я вижу, теперь у КПА там жилые отсеки или казарма. Это две совсем разные вещи, Чеканы. Нельзя ли поконкретнее? Скажем так, там у всех есть оружие. Так что решай сам. Угу. Отличненько. Так, с используем батареечку. Пользы для себя я здесь никакой не вижу. Хотя, что-то тут есть. Кредитка. Еще детальки. Все это нам пригодится. Сокол, успокойся. Не говори мне! Не говори мне успокоиться. Когда они... Когда они хотели меня запугать, чтобы я привел их сюда. Но я отказался. Кто? Интерпол. Они... Они придут сюда! Легавы знают, что с ними будет, если они сюда сунутся. Не полиция! Интерпол! Думаю, они хотят арестовать Талоса! Успокойся, Сопол. Если придется преподать Интерполу такой же урок, как полиции, так тому и быть. Мы сделаем что угодно, чтобы защитить Талоса. Иди! Будь начеку, и мы вместе разберемся с твоим Интерполом. Ах ты, сволочь! Сокол. И где у нас... Сокол? Ага. Здорово, Сокол! Эй! Кто здесь? Обернись! Бляха ты, муха! Я хотел с ним поговорить, но что-то как-то разговор у нас не удался. Самиздат. Не он развлечение или смертный приговор? Рабия. Дивный новый мир Брауна. По-моему, мы тоже с вами читали. Какая-то у вас старая газетка Самиздат. И каким вообще боком Самиздат уже и здесь оказался. Хм. Я думаю, меня могут здесь запалить. Тихо, тихо, тихо. Такс, а я взял, по-моему, детальки, да? Я красавчик. Такс, допустим. Патрончики. Хм. Такс, благо здесь есть дверь. Которая закрыта. Но надо как-то здесь выходить. Ага. Полицейские не успокоятся, пока не арестуют нашего Талоса. Мы баррикады. Щит для нашего общества. Такс, чувачок, ты у нас куда? Надо перекрыть вход. Туда залезть-то, ну? Общество посчитает нас виновными. У нас нет шансов. Такс. Кухня, спортзал, тихо. Видеть не могу то, что тут творится. Отличненько. Пока прошли. Как поступим с полицией. Боюсь, полицейские могут выбить из людей признание. Хух. Такс. Там двое, плюс еще камера. Плохо. Спрячься ты. В жилом блоке все тихо. Нельзя игнорировать, что полиция делает водулейки. Тихо, 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 тихо. А кто меня палит-то? А-а-а. Вы тут два ходячих? Такс, мне, по идее, туда... Такс, придется использовать батареечку. Отлично. Так, что у нас тут есть? Чего происходит? Нафига ты-то взял? Такое ощущение, что в КПР-раскол. Ага. Вот это где-то со стороны. Ладненько. Такс, что еще здесь? Безполезно есть. Ой, у меня закончат с батареечки, да? Такс, предлагаю тогда создать. Аккуратненько так, чтобы не запалиться, надо создать еще парочку. Потому что, блин, батарейки сейчас нужны. У нас выдать. Видеть не могу то, что тут творится. Такс, мне бы, конечно, желательно бы их обоих вырубить. Мне бы казалось, ты на днях опять читал письмо от жены? Да. Она мне по воскресеньям пишет, а я отвечаю. Такс, а если я поставлю свою транквилизаторную винтовочку на 4, пистолет на пятерочку, а этот пистолет на шестерочку. Может быть, как-то там не поможет? В новой школе хорошо. Никто не знает, что их отец, Аук. Когда она тебя о жизни спрашивает, ты говоришь о том, что здесь происходит? Ну, я раньше рассказывал, что положение тяжелое, но мы справляемся. А в последнее время она таких вопросов... Такс, он вообще ушел. У него наверняка есть... Полицейский не успокоится, пока не арестуют нашего Талоса. Давай, дружище. Сюда тебя положим. Ага. Такс, и мне интересно, конечно, вдруг-то вернется сюда. С одной стороны, было бы здорово, если бомба вернулась. Тогда бы у меня была большая уверенность, что... Нас не запалят. Да, походу он возвращается. О-о-о! Конечно, встал, блин, на камеру прям, да? А камеру туда желательно вырубить. Ага. Пошел назад. Если бы они хотели, давно бы нашли виновного. Такс, камеры. Да, это вроде нас та камера, которая смотрит на чувачка. Лазерная решетка тоже отключаем. Такс, предлагаю взламывать потом. Сначала мы его... Усыпим, так сказать. Дождемся его. Чтобы у нас тут не мешал нам. А потом можно будет через окно, в принципе, выбираться. Пока полиции не было. Я там вижу батареечку как раз. Отличненько. То, что, в принципе, и надо. Не просто отморозки. Так, дверь закрывается. Привет, чувак. Такс, затащим сюда. А давай вдвоем вас положим. Чтобы не запалились. Такс, в принципе, здесь спокойненько. Можно походить посмотреть. Медицинская сумка. Отличненько. Какая еще здесь есть польза? Дефибриллятор? Зачем тут дефибриллятор нужен? Так, бомба. Кредитный чип. Ну, вроде бы все. Давай компьютер. Третий уровень безопасности. Так, разведчик. Скан данных. Ага. Вижу, где нас могут запалить. Ну, понеслась. Доступ разрешен. Конечно, можешь на меня рассчитывать. Проблема с кодом для ворот. Владан. Мы изменили все коды. Помнишь? Писем, наверное, 100 про это написали. 34 68. Макс. Не забудь удалить это письмо. Так, начинаются как всегда глюки. Привет, Макс. Мой код доступа к воротам не работает. Я что-то не так делаю? Так, видеообращение с прошлой недели. Джентльмены. Я прекрасно понимаю, какое сейчас сложное время, однако никакие сложности не оправдывают дешевой сенсационности последнего видеообращения. Члены КПА по всему миру имеют право ожидать самого лучшего. Я сделаю все, чтобы они его получили. Мы не пик-ньюс. Мы говорим только правду. Чего я ожидаю в дальнейшем? Более тщательной проверки фактов. Более внимательного подбора позиций микрофона. Как там у тебя дела? Все еще пробираюсь через жилые помещения. Выбираешь квартирку для себя и женушки? Так и вижу, как ты обустраиваешься, отпускаешь густую бороду, растишь детишек. Тебе бы в артисты пойти, чеканы. Что-что? Не слышу. Помехи. Пошел вон. Нагрудный микрофон дал много лишних шумов. Абсолютное отсутствие монтажных скачков. У нас три камеры, если нужно что-то вырезать, переключайтесь на вторую или третью камеру. Уверен, что вы внимательно несетесь к моим замечаниям. Я знаю, что времена крайне тяжелы, однако именно сейчас качественная презентация важна как никогда. Талас Рукер. Насчет срочности. Братья и сестры. Когда я говорю, что мне нужны отчеты о состоянии системы защиты, что нужно что-то отмыть, доставить или распаковать, я не хочу больше слышать вопросов. Это срочно? У нас все срочно. Такова цена той скромной степени свободы, которой мы пока еще располагаем. Если вам это не нравится, подумайте о том, как живет большая часть голема. И больше мне этого вопроса не задавайте. Новости от КПА. Дополнение. Я обращаюсь к жителям комплекса Утулек, ко всем аугментированным людям этой планеты, а также к тем, кто не имеет аугментации, но сочувствует нашей борьбе. В свете трагических происшествий в Праге, для меня важно, чтобы никто из вас не оставался в неведении. Поэтому в ближайшее время КПА будет присылать вам дополнительные письма с новостями о развитии ситуации. Обычные еженедельные письма будут приходить по расписанию. Низкий и беспредельный жестокий теракт на Пражском вокзале Ружечка повлек за собой значительное увлечение числа полицейских в Утулеке. Сотрудники правоохранительных органов заняты сбором информации, которая могла бы указать на личность преступника или преступников. Как мне известно, в ходе работы полицейские нередко ранушают гражданские права жителей комплекса, проводят несанкционированные обыски зданий, задерживают возможных свидетелей, а также прибегают к методам ведения допроса, попадающим под определенные пытки. Несмотря на напряженную атмосферу, ничто не может отправдать подобного злоупотребления служебными полномочиями. Мы призываем сотрудников Пражской полиции, а также тех, кто выдает им команды, действовать цивилизованно и справедливо. То же самое рекомендую жителям Утулека. Будьте вежливы и сотрудничайте. Если ваши права нарушают, постарайтесь не обострять конфликт и сообщайте об этой ситуации одному члену в КПА. Я обещаю, что нарушители не останутся безнаказанными. Для членов КПА у меня есть еще одна неприятная новость. Теракт оборвал цепи поставок. Очередная посылка с продуктами, обычно приходящая дважды в месяц, задерживается на неделю. Чтобы расследовать оставшиеся, не прерывая за раздачей пищи, тем, кому повезло меньше, чем членам КПА, я урезаю собственный рацион ровно в два раза. Выражаю надежду, что все здоровые члены КПА поступят так же. Лидеры пользуются особыми привилегиями, но должны быть всегда готовы пойти на жертвы. Членам комитетов по здравоохранению в 16.00 в субботу состоится совместное заседание, посвященное вопросу эпидемии болезни серой воды. Как оно началось, что мы сделали правильнее, как нам действовать в будущем. Это были новости из Праги и Утулека. Мы непременно оповестим вас о любом развитии событий. Теперь к международным новостям. С грустью сообщаю, что в Санкт-Петербурге была убита Надя Павлова, бесстрашно боровшаяся за человеческие права, как в России, так и во всем мире. Особенно печально знать, что в связи с убийством в Санкт-Петербурге и Москве начались выступления агментированных граждан. Вот что я хотел бы сказать нашим русским братьям и сестрам. Никакой гнев не исправит случившегося. Разойдитесь по домам, верьте, что убийца Надя не останется безнаказанным, и не забывайте о ней, как не забуду о ней и я. Последнее напутствие. Я знаю, что все это многих заставит сомневаться и даже забыть надежду на будущее, однако я знаю, что наше дело будет жить и знаю, какое настало время. Пришел час самой беспросветной темноты, за которой непременно и очень скоро проследует яркий рассвет. Давление превращает угол в алмаз. Чем хуже нам будет, тем сильнее мы станем. Мы не должны поддаваться отчаянию. Тяжелый период однажды кончится, и мы поймем, что вера единство непобедимы. Ждите нового письма. Ведите себя с соседями, агментированными или нет, так же, как хотели бы, чтобы они вели себя с вами. И помните, что усердие, терпение и твердая вера в наше дело принесут вам светлое будущее. Не теряйте надежды. Окей, Рукер. Надежды терять мы не будем. Такс, ну что? Ну что? Предлагаю валить. Такс, надо будет тогда нам зарядиться. F1. Ух, допустим. Да, у меня, конечно, была бы возможность прокачать дальнейший взлом. Дальний, вернее, взлом. Но я этого делать не буду. Чекана, ты тут? К счастью, нет. Как там у тебя? Я прошел через жилые помещения. Теперь я в какой-то оперативной зоне. Чутье подсказывает, что Рукер сидит над всем этим в высоком и хорошо защищенном месте. Что ж, тогда ищи лифт. Когда у меня будут координаты эвакуации, я тебе их передам. Конец связи. Так, а куда нас ведет данная вентиляция? Скорее всего, назад. Получается, мы могли просто пройти через вентиляцию. Но я рисковать здесь не буду. Игорь. Игорь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такс. Газета меня не интересует, а вот то, что, дружище, у нас лежит, и его могут запалить, меня, конечно, это смущает немножечко. Одна нога есть, вторая нога есть. Вроде тебя здесь запалить не должны, дружище. Такс, ну и... Это, конечно, все круто. Но я пока не вижу способа, как нам попасть. Смотрим на карту. То есть мне по-любому надо будет идти сюда. Вот кабинет рукера. Только через лестницу. Да. Других пока вариантов я не вижу. А уйди ты, ну. Он в последнее время сильно изменился. Раньше навещал другие кварталы, ходил по рынкам, раздавал пассив в клиниках. Что б тебя? Несколько недель не видела. Нет. Такое впечатление, что он сдался. Надеюсь, что нет. Я в КПА вступила именно из-за Талоса. Если он не найдет выход из ситуации, то его может и нет вообще. Такс. Ух ты, блин. Придется использовать невидимость. Отлично. Вопрос-то, куда я вышел. Я прямо ждала, что это случится. Бедняка-то. Такс. Ну, пиво-то возьми. Потом продадим. Такс, где я? По сути своих вещей. Наверное, не там, где надо мне быть. Хотя, если честно, я не понимаю. Так, здесь везде напруга. Откуда я только выйду? Ну, блин, я выйду туда, куда мне не надо. Поэтому это не то. Надо подумать, как тогда мимо них пройти. Потому что батарейка скоро кончится. Так, ну, можно вот так вот наверх пробраться. Правда. Ну, вроде та стоит, а вот эта вот патрулирует. Мне только патрулировать или что-то еще делать? А ты знаю, пока ничего не слышно. Только патрулируй. Так, что-то тут у нас еще есть. Ну, отлично. Отличненько. Хорошо. Ух ты, е-мое. Так, здесь вроде народу нет. Ух ты. Камера. Камера-то плохо, но я там не вижу, где компьютер, который отключает. Ух ты. Не, ну здесь он не попадет по-любому. Но я и там не могу попасть. Мне, по идее, либо как-то вот так вот проходить, либо каким-нибудь образом перепрыгнуть. В принципе, можно пройти. Да, я вижу, где можно пролезть. Так, энергии мало. Последняя батареечка. Создать, интересно, я могу? Нет, не могу. Да, отстань-то, ну. Хорошо. Такс. Дружище. Куда бы тебя затащить, чтобы тебя, в случае чего, никто не запалил. Давай примерно вот сюда. Хотя здесь тоже тебя запалят. Конечно. Нужно быть на чеку, иначе что бы и прочь, кусоро. Что полезное здесь есть. Вижу еще материалы где-то здесь. Отлично. Мне кажется, мне кажется, мне их не хватит, чтобы собрать одну батареечку. А полезного здесь больше ничего и нет. Звук на последних сюжетах был слишком тихий. Теперь у них просто будет звездовый повод нас ненавидеть. Такс. Куда вообще я приперся? Я, конечно, понимаю, собрал кучу всяких программ. Но... Я здесь нигде не пройду. Вот это плохо. Хотя, почему не пройду? Вот пройду. Правда, здесь везде напряжение. Мне писали в комментариях, что, типа, невидимость позволяет проходить через напряжение. Если честно, то этого мало верится. Ну, давайте попробуем. F1. Нет. Нифига не помогает. Так что... Наврали. Наврали все. Гипостимчику. Эх, мне бы батареечку. Вот где напряжение отключается. Такс. Неужели нельзя? Нет, нельзя. 105 всего лишь. Нас хотят подставить. Как далеко я пришел. Ох, 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 ох. Сколько тут еще бегать. Да. Ладенько, давайте мы продолжим с вами уже в следующей серии. Сейчас наверх залезу. Тут более безопасно. Рукера с вами будем добираться в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.